Он сказал, что построено без единого гвоздя Ресторан Гагрипш Какой красивый Улыбаюсь, радостно Глаза счастливые Ой, красота неземная Орла говорит, вам на руки посажу Просто погладить, там бедный орелик Работает на фотографах Бамбуковая роща Так, прятаться в бамбук А вон там еще, смотри, можно на фоне фонтана Спасибо, Ива, с праздником Сейчас, спасибо Глинтвейн, покрепче что-нибудь Местные А мы местные? Да, пусть будет так Ну, я-то почти, я же в Краснодарском проезжу Ну, наверное, ее тут все устроит до лета, до сезона Но пальмы великолепны Смотри, какой у нее цвет такой гламурный Красивый Перламутровый Березовый, как вы любите Ну да, как я люблю А вон там женщины, красные ниточки Как бы подбегают Ты дорогая, на счастье, на здоровье Не отказывайся Тебе ниточку Вот у меня один взял 97 лет прожил Вот А Марина говорит Спасибо, нам не надо Она ей прям так по-злому А ты попридержи язык Как-то так она ей сказала Ну да А потому что, ну, они видят, что я это Мягкая повелась Да, она меня давай Нет, ну я как бы не стала Я все равно бы не взяла Я знаю, что это не бесплатная веревочка Что потом они скажут Дай денежку, которую тебе не жалко За свое счастье отдать Из кошелька самую большую Вот Поэтому Мы Всем Желаем Всего наилучшего Даже в большем размере Чем они пожелали нам Да Она опять идет Бежим Все, спасибо Благодарим Нам туда или сюда? Все твои желания Будут Благодарю И достойная своей счастья Моя кукла А у меня есть счастье Я достойна его Оно у меня есть Да, я решила, что сказал Тое желание Тое здоровье Все у тебя в руках Почитай Посмотри Желание Радо Все получится Везде пахнет вином Мандаринами Клинтвейном Да Счастьем Счастьем Посмотри Какие Скульптуры Необычные Это корень А похож Даже на скульптурную Какую-то Ну слава богу Нашла она клиентов Я уже переживала За нее Защиту поставила Ребята Я как-то Индийским Красным ленточкам Больше доверила Да Не хочу Никого обидеть Но Когда навязчиво Сильно Это уже Как-то И еще так Грубо А ты попридержи язык Грубо Ваши речи вам на плечи Ваше дело Вам на тело Ты ничего плохого Не делала Да ладно Бог ей судья Что мы сейчас будем Из-за нее Заморачиваться Мысленно Мысленно зеркало Стать Просто неприятно Что она наш выбор Не повязывать веревку Так агрессивно Приняла Красивый курорт Гагра Ну новый Афон красивее Получается Вот так вот Создано было Там знаете Вот это Ресторан Внутри Это что Безедина Там зал огромный Раньше Помните Фильмы старинные Показывают Вот здесь Канатная дорожка Вот видите Дом отдых Наверх Туда внизу Посадочное место Сажали Туда спускались Это прямо С дома отдыха Можно было раз И в горе Дом отдых скала Называется Вот туда Спускались люди Вот здесь В парке И теннисный корт И настольные теннисы И вот эти все Летний театр Зимний театр Здесь Такие артисты Певцы приезжали Которые сегодня сюда Не приезжают Только они до Сочи Доезжают И все Знаменитости Рестораны Гагра Вот здесь Видите Здесь очень много всего Было Вот зимний театр С левой стороны Летний театр Вот видите Разрушены Ну я думаю Я думаю Что когда нибудь Руки приложат Туда тоже Построят Что нибудь Вот здесь вот Марина просила Чтобы я остановился Вот здесь Где торжественно Было открыто 23 января 1956 году Вот здесь Видите Ворота стоят Ну Забор стоит Вы сейчас Вот здесь Спуститесь И пройдете туда И там вы Увидите Ну прямо А что открыто Это было? Это колоннада Вот это Торжественно Было открыто Ремонт делается Вот сейчас Вот здесь Спуститесь И пройдете Туда на площадку Куда мы собираемся? На озере Рорица Да Да Мы туда собираемся Посмотрите По Гагре Это последняя наша точка А потом уже Поедем Спасибо Тут очень красиво Если бы не было Забора Здесь колоннада Но я надеюсь Мы сейчас С той стороны Посмотрим Пойдем Смотрю Вы нас туда Как положено По тропе Зачем вы Готи Хулиганскими дорогами Туда на площадочку Посмотрите Поедем Дальше Мы получили Хулиганский заряд Ой да Вот прелестная дорога А мы хулиганскими Нам сегодня Все можно Да Да Совсем не верится Что 31 декабря Сейчас Тепло Как будто Сентябрь Какая красивая Доколонада Она очень красиво Смотрится К сожалению Сейчас мы на ремонте Смотри Ягодки Это финики Что ли Это такие Дикие финики Да Было бы Глупо В день рождения Че Гевара Караоке Немножко повязано Мы постеснялись Хулиганскими Дорогами Мы постеснялись Мы так подняла И пошла Мы похулиганить боялись Вы же нам сделали Заключили Гагра Это действительно Курорт Красивый был Хороший был Ну Надо руки Прикладывать Понимаете Парк Надо создать Так же как было Вначале Не только Вот эти кафешки Лепить А вот еще И растительность Сажать надо Вот это все Делать надо Ухаживать надо Смотреть надо А так Очень красиво Люди Ну Деревья Монументальные Монументальненько Источники Путевки давали По 10 По 8 Сеансов Чтобы они Ну Ванная система была Вот здесь В старых Гаграх Источник был И В новых Гаграх Источник тоже был Тоже вдоль берега Везде Санаторий Пансионат И вот с левой стороны Видите Санаторий Грузии Было Внизу Первый корпус Наверху Кто-то морским Хочет дышать Кто-то горным Воздухом Хочет дышать И вот так вот Все условия Были созданы В СССРовское время Профсоюзные путевки Получали люди Приезжали И дикарем А частный сектор В основном Все здесь построено В новых Гаграх В старых Гаграх Только здравницы Были И все Для отдыха Банановые деревья У вас там В Адлере Тоже есть Банан у нас Созревает Не дозревают А так они Плоды Все есть Фениковые пальмы Имеются Кокосовые имеются Здесь где-то Около 70 видов пальмы Вы видите Отель частный Вилла Вот Ну здесь Вот такие дороги Строили Чтобы объехать Гагру Вот эта дорога Вон там Где мы Торговая площадь Гагарина стояли Вон там Выходит Один тоннель Вот этот Последний Но его не доделали Распалась СССР И некому Сейчас строить И доделывать Вот это В 80-м году Начали строить Для объезда Гагры Чтобы Туристы Отдыхающие Которые отдыхали В Гаграх Чтобы выхлопными газами Не дышали Специально Вот эта Дорога строилась Для обхода На сегодняшний день Это дорога Самая короткая Дорога В Грузии Армении Азербайджан По берегу моря Но сегодня У нас С Грузией У нас Никаких отношений Нету И граница Закрыта Те которые Родственные отношения У кого-то Где-то Они там Пешком ходят Которые там Проживают В районе Границы Город Гал Называется Абхазия Столица Абхазии Город Сухум В Абхазии Семь городов Пять поселков Городского типа 108 сельских администраций 500 населенных пунктов На сегодняшний день Население Абхазии Где-то 260 тысяч Если не меньше То не больше Вот 25 национальностей Здесь проживало Проживает на сегодняшний день Ну у нас Вот это что Катастрофа была Вот это вот Очень много Конечно Как курорт Сегодня не процветаем Почему? Потому что Большой урон нанес Вот эта война Которая была В 92-м В 93-м году Особо Сильно Не процветаем Мы конечно Ну Россия Выделила Очень много денег Самое необходимое Что было построено Школы Садики Спортшколы Больницы Больницы Вот эти Музеи Вот это все Что было разрушено Разграблено Во время войны Вот это все Было восстановлено И вот эти дома Которые Крупнопанельные дома 16-этажки 9-этажки Они все Перекрыты металлопрофилем Чтобы не протекали Эти крыши Ну Россия Очень много Помогает И помогала Сегодня На сегодняшний день Российскую пенсию Получают Абхазцы Которые Вот Абхазская пенсия На сегодняшний день 2500 рублей Было 500 рублей Всего Сейчас 2500 Добавили А российскую Минимальную Получают 10 тысяч Здесь Пока Которые На пенсии Находятся Ну на сегодняшний день Российская пенсия Так же как и у вас В 65 лет Уходят А вот в Абхазии В 60 лет На пенсию уходят 60 лет Ну и Если стаж не набирается И российскую пенсию Не получишь Вот Вот это новая дорога Здесь Церкви Храмы Здесь имеется Гора Мамзишка Высота 2000 метров Люди летом Здесь на дельтапланах На парашютах Спускаются Есть Такие Вот С высоты Птичьего полета Открывается Великолепная Панорама Гагри Писунды Окрестности Город Тонущий В океане Субтропической Растительности Морская гладь Березовым ковром Стелясь Смотрите Слегка С высоты Птичьего полета Вот Видите Как облеплены дома Все Выходим Сладьем Видите Гагра Потом Гостиница Абхазии Вот он Наконец-то Его построили Энергетик Дом отдых На берегу Но это все В частных руках Понимаете Это 80-е годы Строилось Вот это Обновленный Гагра быстро Восстановился После войны Почему Потому что Много Желающих Отдохнуть И вот Каждый Себе Строил Гостевые Здесь Имеется Знаете Ну Вот там Вот Для Погибшим Ребятам Специально Площадь Свободы Сделали Отдыхают Люди И вот здесь Рынок Потом Источники Все Все Здесь Находится Там еще Есть Другое место Можно Тоже Так С высоты Посмотреть Короче Вот это Вся Гагра 7 километров По берегу Гагра Где Горы Растут С моря Еще раз Говорю 2000 метров Над Гагра Самое Такое Далекое Расстояние 2,5 километра От берега Моря До горы Потрясающе Какой Маленький Знаете Вообще Общирно Очень Охватывает Много Еще Видно Где Вы Отдыхаете Вон Сочи А многоэтажек Раз-два И обчался До Гагранского района До Поселка Бзыпи Бзыпи Это река В честь Вот этой реки Назван Поселок Городского Типа Построенный Там были В Гаграх Негде Это все строить Узкий Приморский Курорт А так Все заводы Фабрики Домостроительные Комбинаты Щипзаводы Пивзаводы Винзаводы Лимонад Это все было В Гагранском районе Поселке Бзыпи Все было построено На сегодняшний день В основном Частным путем Все это строится Делается Ну Те что Мясокомбинаты Были заводы Они стоят Потому что Все было разграблено Сейчас Чтобы восстановить Это очень много Денег надо И Кто-то арендует Кто-то это Ну По дороге Вы увидите Сами своими глазами То что Осталось То что сохранилось И то что В тополя Сажаются Вредные вещества Как бы впитывали А у нас вот эти Вот Их бесстыжими называют Эвкалипты Оголяются Казано сбрасывают Да В Агринский район Еще Чем славилась Это Читрусовой имплантацией И сегодняшний день Конечно От плантации Ничего не осталось Где-то арендует А так Участников У каждого В доме имеются Такие вот Монтариновые Имеются Везде Были заводы Вот они Видите С правой стороны Заводы Готовые изделия Вот такие Выпускали Собирали Вот такие дома По всей территории Абхазии И в Гаграх И в Сухоми И в Ципи Везде В Гудаутах Но на сегодняшний день Этот завод Не работает Почему? Потому что Все разграблено Вот Так вот Есть которые Ну здесь тоже арендуют Там есть ребята Которые работают Вот здесь Вход В этот Завод Огромный Там несколько Цехов Короче Каждый что-то Выпускал Здесь же тоже Видите Очень много Квартиры получили В течение 7 и 10 лет Которые работали В этом заводе В основном Менгрелы Грузины Рачинцы Кахетинцы Мерединцы Здесь Железнодорожная станция Поезда останавливаются Электричка останавливается И автовокзал Внизу здесь есть Там в школе Наверху Поселки Была больница Школа Садик Ну короче Для поселка Все Ну здесь видите Очень много Пустых квартир Домов Особо Есть которые Заняли во время войны И живут Короче Некоторые Живут Некоторые Просто заняли И пустых Тоже очень много Но все равно Хозяева имеются Приезжали Первые Вот эти Вот преследователи Христианства Сюда Их сюда В ссылку отправляли В Гагру В Пицонду Короче Здесь очень много Святых мест Понимаете Есть Василиск Зиван Златоуст Обретение Третьей головы Ивана Крестителя Очень много Таких святых И лоры Там где Мироточащие иконы Любая бескорыстная Просьба В молитвах Перед иконой Внутри храма Исполнится Я бы сегодня Повез бы Но далеко Не успеем Стемнеет Понимаете Все это Увидеть А так вот Спокойно Летом Приезжаете Когда в 10 часов Уже темнеет Вот за 10 часов Можно все это Успеть Увидеть Посмотреть И желание Себе загадать Сейчас тоже Будете желание Загадывать Водопада Девичьих слез Омолаживаться Вот Увижу Что будете Хорошо выглядеть Не будем Обратно Пути Останавливаться Если плохо Будем обратно Тоже Выздоравливаться Омолаживаться Если не помолодеем С первого заезда Песячие мосты Будут Остановимся Походите По мосту Над Речкой Ну вот так вот Есть красивые места Наскальные Эти все Вот Старая дорога На Вафон Буддаута Вот видите Вот эта дорога С левой стороны Вот эта старая дорога была Потом новую дорогу Построили Мосты И начали Отсюда ездить Вот Тоже Архитектура Церетели Видите Какая Остановка Красивая Но Никто Его за ней Не смотрит Оно Сыпется Крошится Потому что Надо ухаживать Смотреть Реставрировать Делать Некому Это делать Руки Туда Не доходят Есть То же самое Лимонадный Пипсикольный Пипсаводы Мясокомбинаты Вот здесь все было На территории Видите Некоторые Какие-то Склады сделали Некоторые Неухоженные Брошенные До сих пор Здесь очень много Таких заводов было Ну на сегодняшний день Конечно Частники Тробилку построили Вот Вот эти деревья Вы наверное знаете Олеандр называется Они Как бы Цветочки на них Белые и розовые цвета Но сегодня Уже цветочков нету Они где-то Около полгода В цветах бывают В доме Наверное Букет не заносят Некоторые говорят Тещиный цветок Типа ядовитые Они Почему теща Всегда крайняя Вот такие Вот видите Это дорога Туда много Афон Потом наоборот Наобрат Здесь имеются Ипподромы Скачки проводят Здесь Праздники Когда 1 мая 9 мая 7 ноября Когда большие Праздники были Вот Здесь Свадебные Салоны Строят Пилорама Вот здесь С правой стороны Сушилки Лес Всегда Вывозили Во все времена И в старину Вот Это вот Старая дорога Дорога На Много Афон Сухоми Ну Для абхазцев Это Сибирь Дедушка Мороз Регулировщик Смотрите Регулирует Да Регулируется Сегодня До вечера Перед вами Видите Храм 9-10 век Это Оборонительный Храм То есть Крепость И там На территории Вот этой Крепости Находится Храм 9-10 век Ну это Вот я уже Вам говорил Турец Турками Это все Было Уничтожено Здесь Свадебный Салон Строится На 1200 Человек У нас На свадьбах Бывает Минимум 600 Человек Максимум 1200 Человек Вот ипподром С левой стороны Здесь Скачки Проводят У нас В каждом Городе Имеются Такие Ипподромы Вот Дорога Норицу Была Построена В 1932 Году В 1936 Году Она была Реконструирована В 1966 Году Она проходит По глубоким Узким Ущельям В отвесных Скалах По крутым Склонам Пробиты Карнизы Тоннели Сделаны Бетонные Противоловинные Укрытия Узких Тесаных Сооружено 13 мостов В начале Бзыпского Ущелья Старинное Селение Бзып Вот это Крепость 9-10 Век Вот это Вот здесь Кузнецы Были Ремесловые Каждый Кто-то Чем-то Занимался Кто-то Оружие Изготавливал Кто-то Это Ну вот Короче Здесь Потомственные Их Дети Кузнецов Было В 1964 Году Там Будет Грот Мы Будем Проезжать Грот Там Было Археологами Спелеологами В глубинах Вот этого Грота Пещеры Были Найдены Останки Первобытных Людей 40-50 Тысяч Лет Которые Проживали Вот Дорога Была Мост Видите Перед Мами С правой Стороны Ограничения Сделали Чтоб туда Фуры Не заезжали Вот Единственная Дорога Была Вот это Все Вот Это Дорога Дорога Нарицу И За озеро Рица Уже Пленные Немцы Строили Дорогу А тут В 1932 Году Наверное Здесь Строили Увидите Эти мосты Пещеры Эти Туннели Все Можем Дороги Увидеть Первая Наша Остановка Будет Водопад Девичьи Слезы Образованный Талами Годами С альпийских Лугов Фильтрующийся Сквозь толщину Известковых Скал Которые Струйками Прозрачные Искрящиеся На солнце Водяная Решетка Вот Эта Пещера Я вот Говорю Здесь Очень много Стоянок Первобытных Людей Здесь Было По территории Абхазии Я уже Вам говорил 400 Тысяч С лет Там Назад Уже Суда Людей Привлекало Приезжали Вот Самшит Кокор Сохранили Видите Вот Они Вечно Зеленые Прискивали Вот Эта Река Бзыб Называется Его протяженно 112 Километров Для судоходства Она негодна Ну Здесь У нас Имеются Лососи Черноморские Форель Речевая Королевская Рыба Короче 33 Вида Рыб У нас В пресноводных Водоемах Водятся Ну Сегодня Мы Все это На озеро Поднимемся И на рыбах Можно посмотреть Увидеть Короче Сегодня Видите Как вам Сказать Деревья Здесь Уже Как бы Все Листво Сбросило А там Как на рыць Уехать Там Есть Уже Попытаются Реликтовые Деревья Вот эти Горы Вот с этих Гор Талые воды Просачиваются Сквозь Толщину И Вот эта Вода чистая Вот это Поселок Село Которое Мы проехали И каждый Турист Который Поднимается Пьют Эту воду Желание Загадывают И омолаживаются И пьют Эту воду Также Всегда Я тоже Еду Воду Набираю Пью Сейчас Холод Умываться Я не буду Вот А то Нет Некоторые Сразу Туда Залазят И купаются Водопад Девячьи Слезы Почему Называют Там Струйками Идет Слезы Капельки Сейчас Мы остановимся До водички Дотронетесь Желание Загадаете Вот смотрите Вот это Вот Родник Вот здесь Набирают Воду А так Вот вдоль Вот этой Дороги Вот он Видите Искрица Вот видите Вот сейчас Я остановлюсь Здесь И вы Можете Также Желание Загадать Я молодец Зайчик Есть Колбаска Жи Я уже Подозреваю Что эти Зайчики Все не голодные А вот этот Зайчик Будет Зайчик Зайчик Смотри Как хвостик Сейчас Я зайчик Сразу салфетку Достану Чтобы руку Свою После Колбасы Помыть И после Зайчика Я не буду Зайчика Сгладить А зайчик Сам ткнется Тебе в руку Сосисочку Зайчику Зайчик Голодный А ты знаешь Зайчик В нашем отеле Все Зайчики Сытые Я боюсь Сыр Он и сыр ест Так с этого И надо было Ой Начинать Тима Золотой Зайчик Пошла я К девичьим Слезам Омолаживаться Маришка Когда Зайчик Наестся Пойдем Подставки Она Затечет Хорошо Ага Интересно Какой тут состав Нам сказали Что там родник Говорит Если хотите А то я тут бегаю По капле Ловлю А еще Надо омолодиться А зайчик Теперь наш верный Пес Зайчик Ты с нами? Ты с нами? А где родничок? Это что ли родник? Видимо здесь посильнее Ну вот Хорошо Вкусно Сейчас Ох Помолодела Все Помолодала? Все Я его покормила Все Так По-моему Сказка о потерянном времени Помнишь Там Раз и все Такие Старички взяли И помолодели Что-то они там Выпили что ли А А еще Был фильм Шанс Там Тоже напиток Молодости Все выпили Все помолодели Один от жадности Много выпил Совсем в ребенка Превратился А собачка Выпила Стала щенком Так интересно Вот собачки Надо напоить Собачку Щенком Хочешь? Щенком Че ты об меня Пираешься? Зайчик Девочки Еще раз Не, не бойся Это Самшит Видите? Поближе Вот он Самшит Вот это Самшит А вот А вот Тут тоже Сейчас мы Пощупаем Пощупаем Да Погиб же у вас Самшит Тарзанка У меня сюрприз Сейчас продолжится На день рождения О нет Здесь он не работает А вот он работает Если хотите На Голубом озере А почему бы Ирина Не пойти тебе На Тарзанку Вот это Вот это Вот это А он пахнет чем-то До него можно дотрагиваться? Не, можно Почему? Он как бы Салат напоминает Такой прям Салат Жесткий-жесткий Мы любим салаты Может пожелать его нельзя Ну как листья брусники Да-да-да Жесткие Но такой сочный Зеленый В году В парках Везде сажаем Толщину 2 мм И высоту 2 мм Вечно зеленый Кусти И по дороге Много будет То бишь он всего На 2 мм В год вырастает Да, в год Вот сейчас Вот так спуститесь По мосту пройдите Вам никто не будет мешать Там можете орать Кричать Марина Оставила сумку В машине Говорит Я могу оставить сумку У вас не воруют Он Не-не У нас не воруют У нас только убивают Нам повезло Нет народу Кактусы Все сады Мы проезжали Все полны мандарин Люди продают Есть такое вино Апсны Очень вкусное Люди продают Мандарины Не килограммами Здесь А ведрами Как у нас яблоки Как здорово Ой Ой Где Где право Я не могу никуда Смотреть Мне уже страшно Прудик До речки Хотя бы Хотя бы До речки Я боюсь Я на трос Подожди Маришка Он шатается Не шатайте Это не я Это другие люди Шатают Подожди А я смелая Да Иришка дальше Прошла Я боюсь Ну это вот А зачем они Зачем Зачем Вы Тюрьму Качаете Слушай Да я тут могу Упасть Соскользнуть Я хотела До реки дойти Люди Не ходите Там Стойте Мирно Стойте Стойте Мирно Я даже Шагнуть не могу Слушай Подождите Они сейчас Пройдут Они пройдут Не будут Слушай Да твои гвоздь Вон вылазит На твоей доске Сейчас как вылезет Да я то стою Не сильно высоко Подождите Подождите Не снимайте Этот способ Сказать честно Я так же Все они ушли Сейчас Все Так он пропишет Слушайте Ну они вообще Зачем так раскачивать Ну они просто ушли Они не раскачивали Иришка Иришка Я смелая 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 Я блогер 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 Я ничего не боюсь Кто-то новый На наш мостик вступил Товарищи Давай бежим Мы постояли Буквально 10 секунд Без вот этого Вот всего Не снимайте Как я иду Позор Вот они просто идут Но они настолько Раскачали Свой мой Это наш мостик Это кошмар Вот этот здесь не считается Посмотрите Они просто идут А он во все стороны Ой Страшно как Так вот он какой Самшит Так вот ты какой Мне много Комментариев написали Что Во время олимпиады Там что-то такое Завезли И он погиб Этот самшит Весь Почти Отравился Чем-то То ли бабочками То ли гусеницами То ли личинками То ли червячками Станемся тут Праздничный ужин В честь дня рождения Устроим столик Есть Природа Речка Шумит Позовем зайчика У нас есть колбаска Для зайчика Сырочек Слушайте Ну здесь сохранился Самшит Да Здесь много Самшита Вот посмотрите Но я не думала Что он так мало Всего два миллиметра Вширь И два миллиметра Вверх Может быть Два сантиметра Хотя бы В год Мишка Зайчик Зайчик твой предатель Зайчик Зайчик Ты что я здесь Он к самой красивой девушке Пристал Кобель Ты не зайчик Между прочим У нас еще колбаса была Но больше мы тебе ее не дадим Мы найдем другого зайчика Да Изменщика Верного Зайчика А бывают ли верные зайчики Об этом мы поговорим без камера Вот Легенда о водопаде девичьих слез Как-то давным-давно не было здесь Ни дороги Ни водопад женский Здесь стоял один единственный дом И жил в нем семья пастухов И была у стариков дочь красивая Красавица по имени Амра Амра по-абхазски это солнце Она очень высоко в горы поднималась С козами Коз спасла И приглянулась горному духу Они полюбили друг друга Узнала об этом злая ревнивая волшебница Крикнула так Что ходуном заходили горы Закипели реки С корнем вырывались многовековые деревья Нельзя допустить Чтобы любила смертная Бессмертного духа Не бывает этому бога Хозяйка здесь я И решила злая волшебница Погубить молодую девочку Либо она была бессильно бороться С горным духом Стерегла она ее Днем и ночью И однажды Выследила Когда девочка поднялась Со стадом Краю обрыва Схватила волшебница И подняла ее Высоко на скалы И сказала Сброшу я тебя на эти скалы На сиденье Хищным птицам Пусть говорит Я умру Но отолюся тебе Мои слезы И тысячи лет И две тысячи лет Они будут литься С горного уступа И не будет тебе покоя Вовек За погубленную любовь Человеческую С тех пор Льются водопадом Девичьи слезы Когда мы приедем Мужским слезам Я вам продолжу Эту легенду Да А здесь у нас По Меду Безусловно Уникальные По своему сочетанию Природные климатические условия Также богатая Медоносная растительность В наличии Высокопродуктивной пчелы Всем известно Кратос Абхазских пчел Пчеловоды Как правило Работают Беседки до моря Абхазские пчелы Отличаются И другими качествами Они без особых Последствий Переносят Относительно Суровой холода И сильно развитая Мускулатура крыльев Обеспечивает им Преодоление Сопротивления ветра При полетах Они самые Длиннохоботные в мире Им нет равных Медосборей Размножения Долголетия Жестойкости Акклиматизации Здесь порода Пчел Абхазианка Самые миролюбивые пчелы Вот